Традиционно в конце мая для школьников прозвучит последний звонок. Ребята уже готовятся к выпускным экзаменам. Выбирают города, колледжи и вузы, специальности. Каждый из них мечтает получить любимую востребованную профессию. А кем хотели стать после окончания школы кировчане и апотечане? И оправдались ли их ожидания? Узнаем сегодня. После школы я все время мечтала быть продавцом. Почему-то мне эта работа нравилась. Остала я железнодорожником и проработала почти 50 лет. ОАО «Апатит», ЖДЦ. Цех у нас был ЖДЦ. Работала я, начинала с приема сдатчиков, дежурной по станции, диспетчером, начальником смены. И вот ушла на заслуженный отдых в 63 года. Расскажите, не пожалели о таком выборе, что вместо продавца остались железнодорожниками? Нет, никогда. Работа очень интересная, работа увлекательная. Жили все в работе. Я и у меня муж железнодорожник. Так что все сложилось. Жизнь удовольна. Хотела быть учителем и стала им. Учитель, начальник класса. А как ваше впечатление от работы? Отличное. Потому что я очень любила свою работу. Поэтому все хорошо. Все хорошо. И теперь на пенсию. Гуляю. Отдыхаю. А сколько лет вы работали под учителем? О, я отработала 50 лет. Почти. Без нескольких месяцев. Не получилось. Так что впечатление очень хорошее. Дочь работает тоже учителем. Все хорошо. Хотела стюардессой. А стала специалистом юридела. Не жалеете о таком выборе? Нет, конечно, есть какие-то сожаления. Но как есть, как получилось. В принципе, все неплохо. А работа вообще довольна? Да. Все хорошо. Горняком. А кем сейчас стали? Сейчас пенсионером уже. А работали вот горняком по профессии, которую выбрали? Ну, конечно. Кировский рудник. А как ваше впечатление от работы? Да. Ну, очень хорошее впечатление от того, что вот как работали и как развивались все. Кем я хотела, я не стала. После школы я поступала в университет иностранных языков и не прошла по конкурсу. Потом пришел вызов. Меня принимали вольным слушателем, но я уже уехала. Все. Дальнейшая судьба. Я закончила университет, инжекон. Не то, что хотела, но работа нравится. А кем сейчас работаете? Сейчас мне уже 70 лет. Я работаю администратором в Центре детского творчества. То есть работаете с детьми в основном? Да. А как впечатление от работы? Прекрасное. Дети – это радость жизни. И я расцветаю вместе с ними и радуюсь жизни. Мечтала быть археологом. Потом инженером. Выучилась на экономиста. А сейчас фактически я рукодельница-эколог. Как-то так. А довольна вообще своим выбором? Вот что так жизнь сложилась? Да. На удивление, да. Бывает и трудно, и сложно. Иногда хочется плакать. Но когда ты на своем пути занимаешься любимым делом, все трудности по плечу. И когда совсем-совсем бывает тяжело, уже приходят на помощь. И оно того стоит. Я всю жизнь отработала поваром. Значит, поваром, наверное. Закончила технику общественного питания. И так и работала всю жизнь. А как впечатления от работы? Довольны? Ну, как-то. Ну, вообще-то, мною были довольны, и я довольна. Всегда хотела быть медиком и стала медиком. А как впечатления от работы? Довольна вообще тем, о чем мне считали? То, что я выбрала, довольна. А то, что не знала много подводных камней этой профессии, оно очень престижно, оно очень эмоционально выхолаживает. Поэтому, конечно, медицинскому работнику нужно, прежде чем стать, нужно поработать в больнице. Подходишь ты или нет. Есть у тебя человеческая терпимость или нет. Это тяжело. Со временем особенно. Хотела стать много чего хотела. Хотела и врачом, хотела и учителем. В результате медучилище закончила, работала на специальности медсестрой, воспитателем. Теперь на пенсии. А довольна вообще своим выбором вот такой специальности? Довольна, конечно. Но хотелось бы все-таки осуществить мечту молодости. Не получилось врача из меня. А хотелось бы. Я хотела стать архитектором-строителем, а стала ведущим специалистом транспортной службы. А довольна, что вот так жизнь сложилась, таким выбором? Да, очень довольна. А как впечатления от работы в целом? Работа интересная, очень познавательная. Все нравится. Я хочу стать художником и рисовать картины. А сейчас ты, наверное, занимаешься в художественной школе? Нет, я занимаюсь горнолыжным спортом и на скорочтении развития интеллекта. А рисовать для тебя как хобби, наверное? Да. У нас абсолютно разные направления. Я хочу поступить на рекламу и связи с общественностью. Меня интересует работа с людьми, в принципе, в социальных сферах. Для меня это интересно. Уже выбрала, может быть, город, вуз? Санкт-Петербург. Вуз точно не выбрала, но выбрала пятерку, в которой буду подавать документы. После девятого пойти в училище. Постом поступить в, ну, наверное, какой-нибудь УЗ и поступить в ДК. А сейчас в каком классе учишься? В шестом. А что делаешь для исполнения вот своей мечты, такой цели? Ну, я хожу именно на современную хореографию и, ну, стало уже достаточно хорошим, наверное, я считаю, танцором. Расскажите, пожалуйста, кем хотите стать после школы? Я фотографом хочу. Уже занимаюсь таким. Вот скоро буду друзей фоткать. Вот, надеюсь, что получится. А выбрал уже, может быть, вуз, колледж, город? Ну, я в могу поступать буду. Там, конечно, чуть другое дело, но так. Фотография пока как хобби. Надеюсь, скоро будет работа. Спасибо. А вы? Я хочу стать инженером-проектировщиком авиаракетных двигателей. Вуз выбрала. Военмех в Питере. Все. Отлично. Это мечта детства такая или как? Это скорее работа, которая может принести мне много денег. Вот. Ну, можно и так сказать, что мечта детства тоже. Много денег может быть мечтой. Наверное, да. А вы почему выбрали фотографию? Ну, так получилось. Изначально любил что-то снимать, фотографировать. Вот. И так пошло, что превратилось в хобби, любимое дело. Вот сейчас фоткаю, получаю это удовольствие. Я даже не помню, кем я хотел. Отучился, пошел на рудник, где у нас еще. Кончил училище 11-е. Ну, и пошел на рудник больше. Особо мечтой никуда не собирался. А сейчас так и продолжаете на руднике работать? Ну, так же, да. Дети еще в школе. Второй брак, потому что так и до смерти буду работать. А выбором вообще довольны? Нормально ничего. В принципе, если человек должен свою профессию не то, что любить, ну, по крайней мере, чтобы тебе не в тягость было. А если работаешь там в тягость, это не работа уже. Надо подбирать по себе работу, коллектив, чтобы нормально был, чтобы не шел на работу, как на каторгу. Вот такие ответы дают горожане. Многие из них не связали свою жизнь с выбранной после школы специальностью, но при этом остались довольны.